Я приветствую всех, кто меня сейчас смотрит и слушает. Дорогие друзья, в преддверии Нового года я, конечно, хотел вас поздравить с этим замечательным праздником. И пожелать вам всем всего самого-самого доброго, хорошего, удачи в Новом году, оптимизма, чтобы мы никогда не теряли, все мы с вами преодолеем. Самое главное, чтобы мы думали своими собственными мозгами. И не доверяли фейкам, которые раньше назывались просто ложью, обманом и всевозможным манипуляциям. И давайте мы сегодня поговорим, во-первых, о том, что нас в ближайшее время ожидает. Ну, это, конечно, Новый год, естественно. О гороскопе Нового года и о прогнозах на Новый год можете посмотреть. У меня выпущенный ролик недавно на параллельном канале Института Павла Глоба, где вот как раз о Новом годе и о прогнозах на ближайшее время. Да, вот 2023 год, как говорят, год черного кота. И по-другому, по персидскому календарю, это год радужной птицы павлина. Вот что-то там будет, можете об этом узнать. Сейчас у нас растущая луна. При Новый год будет связан с растущей луной. Поэтому для людей эмоциональных сейчас хорошее время, для людей чувствительных, для людей эмпатичных. К большому сожалению, это не всегда очень здорово. Ну вот, дорогие друзья, мы с вами сегодня обсудим события, которые произошли в течение прошедшей недели. И что у нас там было. Это первое и второе об одной замечательной юбилейной дате, которая наступает как раз накануне Нового года. Ну и так, давайте поговорим о том, что произошло 26 декабря на военном аэродроме в городе Энгельс. Когда-то раньше называлась Покровская Слобода. А там взорвался беспилотный летательный аппарат, его сбили. И это из местных открытых источников. Погибло три человека. Там уже не первый раз это происходит. Когда-то мне пришлось об этом говорить. 5 декабря там же, примерно в этом же районе, тоже в Энгельсе, произошла такая же примерная история. Так вот, давайте посмотрим, почему такое пристальное внимание в Саратовской области к этому городу. И что там произошло. Итак, 26 декабря гороскоп я составил. Это было в час 35. Это, опять же, открытая источника взята. Что тогда было? А было вот что. Плутон вместе с Черной Луной занимали вертикальную ось гороскопа. То есть Зенит и Надир. И очень сильный Марс, который был связан и с Плутоном, и с другими ключевыми планетами. Я уже многократно говорил, что Марс, Плутон, также Сатурн и Уран, а там они также в этом гороскопе видны, они, как правило, если не определяют, то совпадают с событиями вот такого рода, критическими событиями. Вот здесь мы также это видим. К сожалению, в большом подтверждается только печальная весьма статистика. Может ли это повториться и в каком-то другом месте? Вы, кстати, если посмотрите на гороскоп Энгельс, а он был основан в 18 веке, в 1747 году. Да, ему в этом году исполняется 275 лет. Так вот, если посмотреть на этот гороскоп, то там можно увидеть тоже такие же негативные картины, тоже связанные с Марсом и с Сатурном, с Плутоном. Это может, к сожалению, повториться. Не только там, но и в других регионах нашей страны там есть военные аэродромы. Это может быть в Лизе-Павловске. Когда это будет? В Лизе 11 февраля раз. Потом, вот я посмотрел еще 1-2 марта, два. И третье, самое серьезное, это в Лизе-Затмении следующего года. Об этом я тоже говорил в ролике, параллельный канал Институт Павла Глобы. В следующем году затмение будет в конце апреля, 20 числа и в Лизе, 5 мая. К сожалению, это все еще может повториться, так что надо принимать меры безопасности. Далее, что можно сказать? Ну вот событий было на самом деле очень много. Продолжаются еще проблемы вокруг Косово. Насчет Косово я всегда говорил, что это Косово-Поле, это весьма такая проблемная территория на Балканском полуострове. Там вот собираются силы противодействующие, и весьма вероятно там дозревает еще и очень серьезный военный конфликт, который вполне может быть, я об этом уже неоднократно говорил, но повторяю сейчас, весной и летом, особенно летом следующего года. А это значит, что война будет перенесена в Европу, а далее нужно уже смотреть, как бы все это не закончилось более серьезными проблемами. Будем надеяться на то, что все-таки у людей какие-то остатки разума все-таки еще присутствуют. Не все же они пропили, не все же они продали за доллары и прочие там валютные какие-то резервы. Не все украли, и на это следует надеяться и уповать на Божью милость. Ну, у нас то же самое происходит, всевозможные различные проблемы. Дмитрий Анатольевич Медведев выступил со своими прогнозами, прогнозами, которые Илон Маск уже охарактеризовал как самые абсурдные прогнозы, которые были когда-либо даны на следующий год. Ну, посмотрел я его тоже. Гороскоп, рожденный под знаком Демы, он очень активно пиарится. В его гороскопе сейчас наблюдается так называемая повозка. Это из четырех планет, которые друг другом очень сильно связаны. То есть человек, который сейчас должен вписаться в некую очень серьезную команду. Это для него презентационный такой шаг, который будет еще повторяться два раза. До 2024 года. И причем второй раз, это осенью следующего года, перед днем рождения, будет самый серьезный, возможно. Ну, вот это такие события, которые в течение недели нам про эти события рассказывали. Я как астролог авистийской системы, я ее возрождал практически из пепла, я ее воссоздавал. Я это комментирую. Нам важно знать символизм каждого события. Потому что если они совпадают с какими-то планетными серьезными констилляциями, то они могут вызвать очень большие проблемы, очень большие последствия, серьезные последствия. Вот об этом-то я как раз вас и предупреждаю. И во многом мне это удавалось делать. Вот теперь давайте, дорогие друзья, мы с вами поговорим об одном юбилее. Сейчас про него очень многие рассказывают в средствах массовой информации, в интернете, юбилейная дата, 100-летие со дня основания Союза Советских Социалистических Республик, СССР, который был провозглашен на первом всезоюзном съезде Советов, который проходил 29 и 30 декабря 1922 года в Москве. Вот известная такая дата. Про него очень многие сейчас писали, про эту дату. Это уже исполнилось 100 лет, уже не существующего Советского Союза, но есть советское наследие. Очень многие сейчас люди в нашей стране родились еще при Советском Союзе, многие помнят. Я, например, прекрасно помню это советское время. Не всегда я с ним был согласен, с той политикой, которая проводилась с тогдашними властями. Но все познается в сравнении. Как говорится, лучший враг хорошего. И вот то, что у нас было позитивного в советское время, сейчас воспринимается как действительно позитивное. По сравнению с тем, что есть сейчас. Хотя очень многие с этим спорят, разные есть мнения на эту тему. Но многие люди сейчас вспоминают об этом все-таки весьма позитивно. Не так, как это было в первые годы после разрушения Советского Союза. Мне хотелось об этом вам рассказать, дорогие друзья. О том, что было связано в связи с космическими циклами, с этим знаменательным событием. Когда на карте земного шара возникло целое большое государство. Оно уже получило свое обоснование. Итак, это был первый союзный съезд Советов. Который именно 30 декабря провозгласил образование нового государства. А именно Союз Советский 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 Республик. На первых парах туда вошли четыре только вот эти республики. А потом стали присоединяться еще и другие. Это Россия, Украина, Белоруссия и Закавказья. Четыре, как четыре столпа. На четырех слонах, как вот весь мир стоит раньше. Мифология бы здесь везде можно увидеть. И вот так же и здесь. Так же четыре столпа. Закавказья, Украина, Россия, Белоруссия. И 30 декабря, известно нас точное время, когда был такой вот Петр Гермогенович Смедович. Один из самых старейших членов партии. Который провозгласил это событие. То есть о том, что образован Союз Советский Советский Республик. Это было незадолго до полудня. После этого выступал там Сталин. Председателем Центрального исполнительного комитета был избранкалинин. Михаил Иванович с этого времени считался союзным старостой. И он до конца своих дней, а он умер в 1946 году. В общем, был номинальным руководителем как раз Советскому государству. Хотя почетным председателем тогда был избран Ленин. Ленина тогда в съезде на этом не было. Но все-таки он болел. Известно, в морках был. Но его избрали почетным председателем. Вот такая вот история. И, конечно же, на это время, около 12 часов, можно было составить гороскоп. Что я и сделал. И в этом гороскопе, если вы посмотрите этот гороскоп, Солнце было верхней кульминацией. То есть здесь огромная роль лидера. В этом гороскопе очень много таких вот есть показателей, которые свидетельствуют о его счастливом будущем и счастливых возможностях, шансах. Это два так называемых королевских градуса, которые здесь абсолютно четко видны. И восходящий узел, а узел восходящий связан с будущим. Это будущее в данном случае было связано с научными открытиями, с возможностью служения. Потому что это за где мы, шестой дом гороскопа. И Юпитер. То есть это власть, это законы, это возможности. Но они связаны все-таки с борьбой и с серьезными такими вот жертвами. Потому что это был 13 градус Скорпиона. Тут очень много всевозможных показателей. И, конечно, здесь совершенно четко видна, в общем, забота о народе. Потому что Луна находится в своей экзальтации в знаке Тельца. И Телец, он и восходит. То есть государство, которое связано с материальным миром, государство связано с народом. Это народное государство. Очень многие здесь видны возможности создания социальных лифтов. Потому что это так называемая повозка, которую Луна образует вместе с лунными узлами и с Венерой. Ну и много можно говорить об этом гороскопе и о том государстве, которое просуществовало, к сожалению, 69 всего лет. А вот 69 это очень интересный цикл. Этот цикл планеты, которую только в зероастрийской традиции помнят. И я ее также, в общем-то, учитываю в своих исследованиях. Эта планета называется Аза. Аза – это, как раньше говорили, это след утраченной Луны. Или демонится Аз, которая связана со страхом, похотью, с огромным влиянием инстинктов на человеческий разум. Вот, к сожалению, большому из-за того страха, который вызывал Советский Союз у всего, как оно само себя называет, прогрессивное человечество. В общем, и от многих других, от железного занавеса, который там огранили весь нашу страну и прочее, прочее. Наверное, это очень сильно повлияло на то, что он просуществовал ровно вот этот вот самый цикл этой невидимой планеты. Точнее, не планеты, а этого невидимого цикла, который связан с утраченной Луной. Одно из самых зловещих таких вот показателей в любом гороскопе. Но еще надо кое-что также вспомнить, связанное с Советским Союзом. Это сама по себе дата 30 декабря 1922 года. Ну, во-первых, это по традиции был год собаки, по восточному календарю год собаки. Кстати говоря, именно по китайскому календарю. Очень много китайцев было не только замечено, а еще так или иначе было связано с первыми годами в образовании Советского Союза, Октябрьской революции. В это время в Советском Союзе проживал будущий лидер постмаоистского Китая Дэн Сяо Пин, который первым братом женился на русской. И вот, собственно говоря, тот период, который был во время Советского Союза, период НЭПа, он потом перенес, затрансформирован на свою китайскую почву. И, в общем, до сих пор там этот вот НЭО-НЭП продолжается. Так что связь с Китаем там совершенно четко есть. Еще плюс ко всему, Советский Союз был основан в так называемом китайском поле. Солнце находилось в так называемом китайском поле. Это начало с диакального знака Козерога. Поэтому, в общем-то, связь с Китаем абсолютно четко здесь наблюдается. Ну, это первое. И по персидскому календарю это был год ежа. Еж, так называемая сама Хармазда, которая в Алисте названа. Он считался одним из самых таких вот символически очень таких важных тотемов, то есть священных животных, при помощи которого уничтожается очень много бесов, которые символически еж протыкают своими иглами. И это такая вот борьба до победного конца. И очень такие вот конфронтации с врагами. Кстати, сразу же вспоминают плакаты 30-х годов с так называемыми ежовыми рукавицами, в которые, в общем-то, захватываются враги Советского Союза. Ну, и ЕС Николай Иванович Ежов, его назвали Стальной Нарком НКБД, которого потом отправили туда же, где и многих остальных деятелей высшего эшелона Советского Союза. То есть расстреляли. Ну, то есть, в общем, действительно есть некий символизм в многих советских проявлениях гороскопа Советского Союза. И очень интересно, что 91-й год, когда был он разрушен, накануне прямо с 69-й годовщины 25-го декабря, сейчас Российская Федерация 25-го декабря, начинается свое рождение. Именно вот в 91-м году, так же, как в 1917-м году, 1917-й год предшествовал созданию Советского Союза, было большое количество зарегистрировано затмений солнца и луны. То есть фатальное начало событий, которое привело к созданию Советского Союза. И такое же фатальное, не связанное с фатальными событиями, такое же фатальное его окончание. Тоже это я такие заметочки на полях по поводу гороскопа Советского Союза вам пытаюсь рассказывать о этих заметках на полях. Еще что можно сказать по этому самому гороскопу и потому, что связано с Советским Союзом. Он не даже на свои юбилейные даты, и даже вот правящая в знаке Водолея, Россия все-таки связана со знаком Водолея, Россия государствообразующая нация, планета Уран, свой цикл завершила в 2006 году. Уже никакого Советского Союза не было. Естественно, и даже вопроса о его возможном возрождении не было. Жалкие попытки в виде союзного государства до сих пор еще существующие. Они, конечно, есть в России и Белоруссии, и другие там, таможенный союз, но все это, конечно, далеко еще до своего завершения. Но именно ровно через 84 года после создания Советского Союза, символическая дата, 30 декабря, было объявлено в мире о казни Саддама Хусейна. Ровно 30 декабря прошло, ровно 84 года. Саддам Хусейн в свое время был другом Советского Союза, получал большую помощь. Это известный факт. Тоже какой-то символический день. И 30 декабря еще, надо отметить, за 6 лет до создания Советского Союза, ровно в ночь, на 30 декабря, был в Российской империи, тогда еще была Российская империя, в 16-м году был убит знаменитый Григорий Распутин. А 6 лет – это как раз противофаза планеты Юпитер, связанная с властью. То есть практически смерть Распутина включила цикл разрушения Российской империи, на развальных которой в тот же самый день, когда его убили Распутина, был основан Советский Союз, новое государство, нового типа. Ну и последнее, что мне хотелось сказать, перед тем, как я сделаю прогноз, это день памяти пророка Даниила. Плавославная церковь отмечает в этот как раз день 30 декабря. Надо отметить, что именно в книге пророка Даниила отмечается война Северного и Южного князя. Там очень много апокалиптических текстов, то есть текстов пророческих, таких вот будущих, пророческих будущих времен. Некоторые из этого делают выводы, что именно книга пророка Даниила повлияла в свое время на пророчество Нострадамуса. Ее также цитируют в своих пророческих текстах и русский Нострадамус, а именно Василий Немчин, который жил раньше, чем Мишель де Дотр-Дам. Кстати, тому упоминается князь Михаил некий, с которым будут связаны, так сказать, некие большие победы грядущего воинства света. И многое другое, это можно будет почитать. Вот именно 30 декабря, в день пророка Даниила, а именно пророк Даниил протрактовал три огненных слова, которые наперувал Тасара, это тоже известный конец всего Вавилонского царства, то есть царство падет перед воинством персов, перед воинством Кироперсидского, великого царя Аликуруша. И вот как раз в этот самый день и был создан Советский Союз. Случайно это и не случайно, об этом можно спорить. Об этом еще будут спорить, об этом практически никто не говорит. По крайней мере, таких аналогий, увы, к сожалению, никто не проводит. Но мне пришло в голову это как-то увидеть и об этом поднять первый вопрос. А что, нет ли в этом некой взаимосвязи? Тем более, что существует множество всяких фейков, множество всяких легенд о том, что Советский Союз чуть ли там не масоны, какие-то были его основателями, там Троцкого поминают. Троцкий хотя и писал о масонстве, говоря, что он там также имел к масонским ложам какое-то отношение, но точности, таких вот сведений, абсолютно точно подтверденных, к сожалению, пока еще нет. Слухи разные есть, разговоры есть, там различные первые деятели советской власти подозреваются в том, что они были связаны с масонскими ложами, там Красин, там тот же самый Смедович или Луначарский, но точно сведений об этом нет. Символика Советского Союза также говорит, что она взята из буквально масонского такого вот, огромного количества масонских символов, там Пятиконечная звезда и так далее и тому подобное. Много чего об этом пишется, но опять же конкретных сведений нет. А вот то, что было на самом деле, это создание социального государства. Это практически создание некого утопического царства, которое связано, ну, чуть ли не там, как многие говорят, не начало новой истории, где государство было основано не на эксплуатации человека к человеку, а на совершенно других основах социальных. Действительно, это социальные лифты и многие другие, скажем, продвинутые такие программы, сценарии, которые были у нас в свое время, я помню, это было само собой разумеющееся, чего не было при другом, так сказать, других режимах. До этого и до Запада очень многие, скажем, законопроекты, связанные с социальными гарантиями, стали внедряться только после создания Советского Союза. Ну, там вплоть до пенсии, социальных лифтов и всеобщее избирательное право, там женщины и так далее. Блогие было скопировано как раз Советского Союза, плюс экономика советская и прочее, прочее. Об этом блоги говорят, и я также это подтверждаю. Можно даже сказать, что Советский Союз в какой-то степени, это вот я смотрю по его гороскопу, там же и Марс Сурана, знаки рыб еще был, то есть очень много, это как некий такой айсберг, основание которого скрывается под водой, и очень многое будет потом еще, может быть, в архивах только и в других каких-то источниках, будет только потом открываться. А также во многом, поскольку знак рыб здесь очень силен и сильно выраженный Нептун, он может породить огромное количество мифов и легенд. Практически Советский Союз это некая такая, я бы его назвал некая новая Атлантида. Вот как Атлантида, то ли она была, то ли ее не было, но она исчезла из вида и была уничтожена, как говорят, 12 тысяч лет назад, другие, правда, ученые утверждают, что ее, в общем, там в Атлантическом океане не было, это был маленький остров, где-то Санторин или прочее в Эгейском море. Ну, разные сведения есть, что противоречит, кстати, сведения у Платона в его диалогах Тиме и Крите. Ну, это уже совсем другая история. О Советском Союзе можно сказать, что он будет так же, как Атлантида, постоянно в мифах, легендах возрождаться, как некое либо царство света, либо такой вот утопический проект. То есть это как некий, вот скажем, прообраз будущего, того, чего не могло быть в то время, но оно все-таки возникло, как некий черновик, как некий сценарий, который впоследствии вполне может возродиться. И вот теперь давайте мы разберемся, когда же этот миф, когда же эта легенда будет возрождаться. Возродится ли она в том виде? Конечно, нет. Она будет возрождаться в другом виде, как только некий, скажем, архетип, прообраз справедливого общества нового типа, ну, исключая всевозможные проблемы, которые там были, исключая там злоупотребление и прочее, исключая все эти вот дурные показатели, дурные события, которые там в этом Советском Союзе, в Советской истории все-таки существовали. Там черные пятна, черные дыры, они были. Но будут вспоминать только хорошее, только позитивное. Об этом, конечно, действует очень сильная белая луна. И в соединении с Венерой на границе скорпиона и стрельца, а это так называемый знак змееносца. Змееносец, это как бы несет в себе мистерию птицы феникс, возрождающийся постоянно из пепла. Белая луна – это ангел-хранитель нашей судьбы. Так вот, получается, что светлое начало, которое связано с некой справедливостью, Венера – это еще и красота, и гармония, выстраданная, потому что она в знаке скорпиона, и в градусе гениальности она будет все-таки постоянно людьми воскрешаться из пепла. Вот теперь давайте посмотрим, когда это может быть. Прежде всего, мне хотелось бы отметить очень важный период, начиная с 2033 по 2039 год, когда многие планетные констилляции будут сходными с теми, которые были в начале Советского Союза. Прежде всего, мне хотелось бы отметить период, начиная даже с 2031 года, конец 30-31 года, и вот как раз 1933 год. Почему это будет? Почему это может быть с этим связано? Потому что ровный полностью цикл, не ведомый еще пока в западной астрологии планеты Вакши, он как раз Советский Союз в это время отметит. А Вакши, она восстанавливает некую изначальный статус-кво, золотую середину, она золотой середины названа и со справедливостью. Так вот, время восьмилетнего цикла Венеры от 2031 до 2039 года, возможно, нас снова отправит к тем временам, когда был еще на карте Советский Союз. Вот об этом мне хотелось вам рассказать. А мы посмотрим, как это все будет. Дорогие друзья, мы еще не раз к этому вернемся с вами и будем это обсуждать. Ну и последнее, что мне хотелось вам сказать перед тем, как пожелать вам еще раз счастливого нового года. Это ответить на некоторые ваши вопросы. Спасибо вам большое, дорогие друзья, что вы присылаете очень умные такие все эти вот комментарии. Спасибо за поддержку. Не стесняйтесь ставить лайки и поддерживать канал наш и этот, и параллельный канал института Павла Глобы. Ну вот здесь вопрос такой. Вы говорили про опасность взрыва Каховской гидроэлектростанции в 20-е числа и ничего не произошло. Я могу сказать, слава тебе, Господи, что я об этом сказал во всеуслышание и дай-то Бог, чтобы были приняты меры безопасности. Потому что некоторые вещи, которые я говорю, не слышат, никак это не воспринимаются. Ну вот оно и происходит. Говорил о том, что будет в декабре месяце очень много пожаров, они и случились, к сожалению большому. И вот дай Бог, чтобы все-таки Каховская гидроэлектростанции и ничего не произошло. К сожалению, еще вот в конце января, как я говорил раньше, и в начале марта это тоже может еще произойти. Будьте добры, пожалуйста, в двух словах прогноз по Армении. Как долго ее еще будут терзать? Ну там действительно проблемы очень большие. Я говорил неоднократно, смотрите мои стримы и другие ролики на параллельном канале. Армения была основана 23 сентября 1991 года. Нынешние, я помню, Армения. Вообще в Армении там много тысяч лет, а вот нынешняя республика в 1991 году. И в следующем году летом там тоже может быть еще такой новый виток военных каких-то проблем, связанных с, возможно, даже в худшем случае кровопролития. Опять же обращаюсь к тем людям, которые способны принимать решения и могут принимать решения для того, чтобы снизить вот этот вот накал совершенно ненужных военных каких-то вот страстей. Дальше. В новостях прошла информация, что к Земле приближается долгопериодическая комета С-2022 и так далее, которая будет видна в следующем году, 1 февраля. Да, такая комета есть. И вот эта комета, которая будет видна вблизи Северного полюса, в соответствии с Жирафа, она была открыта в 2022 году, причем интересно, 2 марта. Кометы вносят какие-то неожиданные перемены. Они исполняют роль каких-то неких таких вот джокеров, непредсказуемых факторов, попадающих в жремя, которые меняют все, может быть, даже с точностью, но наоборот. Хотя они по своей информации отличаются от так называемых срединных точек между затмениями. Близки, но все-таки отличаются. Она открыта 2 марта, а приблизится к Земле 1 февраля. Интересно, что 2 марта это день рождения Горбачева, который уже умер. И еще 1 февраля это день рождения Ельцина, который тоже уже умер. Может быть, с этим будет связано, как некое либо стирание памяти двух этих вот интересных, но весьма неоднозначных персонажей конца советского и начала постсоветского периода и возможность пересмотра их наследия, вплоть до изменения, связанного с законодательством. Тем более, что открыта она была в созвездии Орла. А созвездия Орла связана всегда с какими-то долгоиграющими проектами, умение предвидеть гораздо больше, чем видит обычный человек. Об этом мы еще с вами поговорим неоднократно. Дальше. Прогноз для Туниса. С него началась арабская весна. Как раз Тунис был основан накануне весеннего равноденствия, накануне Навруза 20 марта 1956 года. Там, к сожалению, Марс был в соединении с Черной Луной. И для Туниса, может быть, очень негативные перспективы. Где-то вот 24-25 год. Но надо смотреть более внимательно. Всем самого доброго, дорогие друзья. С Новым годом вас. Счастливого вам Нового года. Удачи и креативного развития. Счастья, оптимизма и вера в будущее. Всем доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова